Юлия Валерьевна, вам и нашим телезрителям мы предлагаем перенестись в Эрмитаж. Там сейчас находится наша коллега Юлия Чеснокова, которая более подробно расскажет об экспонатах. Юлечка, тебе слово. Доброе утро еще раз. Действительно, нас уже встречают первые буквы имен царских детей. Итак, Отма, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и их брат Алексей. Конечно же, на этой выставке, посвященной царским детям, очень много игрушек. Нонна, в первой витрине нас встречают далеко не игрушки, а вот что это нам расскажет Юлия Вадимовна Шаровская. Юлия Вадимовна, доброе утро. Доброе утро, да. Действительно, в этой витрине представлены младенцы, одетые в первую, так называемую, младенческую одежду. Императорские дети воспитывались и обслуживались по такой английской системе, поэтому на них надеты такие длинные, удобные платьицы, в которых вот здесь вот они еще представлены в таком виде, чтобы было понятно, как эти дети находились на руках. Как младенца держали на руках. Да, как младенца держали на руках. Младенцу было удобно, он свободно одет, у него болтаются ручки, ножки, и здесь нету никаких тесных одеялец и прочего. Здесь мы можем увидеть вещи, в которые облачались младенцы, и вполне возможно, что вот эта вот вязаная кофточка была сделана руками императрицы Александры Федоровны. Такие милейшие вещи нас встречают, пинеточки, ботиночки, все-все-все сохранилось. То есть действительно императрица сама прикладывала руку к одежде своих дочек. И вот сейчас подходим мы уже к настоящим куклам. Но скажите, вот такие роскошные, большие куклы, это то, во что девочки играли каждый день, или это по особенным случаям их доставали и дарили? Эти куклы были чаще всего подарены, конечно, какими-то сильными миросевыми, в частности императором Вильгельмом или французскими высокопоставленными лицами. И девочки играли в этих кукол, у них были целые гардеробы, у них были комнатки, была мебель, была игрушечная посуда. И все вот на этой выставке, в частности, вот сзади кукол расположена кукольная форма матросская, кукольный зонтик и кукольная одежка, кукольные всевозможные тапочки. Вот, пожалуйста, все это здесь видно. Вот куклы, одетые по последней парижскому моде и наша русская кукла. А правда, что в довольно-таки спартанских условиях императрица растила и дочерей, и сына, что никакой роскоши не было, в принципе, запредельной? Да, дети воспитывались очень так, аскетично, просто, и очень любили, и были в ходу всевозможные подвижные игры. Девочки любили кататься на коньках, на санках, некоторые лазили по деревьям. И вот с самого рождения дети императорские, вот, цесаревич Алексей Николаевич, становились шефами полков. В этой витрине представлена форма цесаревича, которую он получал в подарок от своих шефских полков. И вот, в частности, здесь царское село представило нам прекрасный образец формы, которую шефом этого полка, восточно-сибирского его существа, наследника полка, он стал фактически с самого рождения. И вот в этом сундуке вы видите специально представленные палеты, погоны, фуражка, перчатки, шашка и папаха. А также такие замечательные офицерские сапожки. Но мы здесь видим еще и женскую форму, да? Такое изящное. Это принадлежало великим княжнам? Да. Девочки стали тоже шефами полков в определенное время. Вот здесь форма Ольги гусарского полка, форма Татьяны Уландского и мундир великой княжны Марии Николаевны. И вот на выставке в этом этаже еще можно увидеть, да, как все это выглядело на самих девушках, какие-то красавицы. Да, в 13-м году здесь можно увидеть император Николай II принимал парад, и его дочери на конях стояли во главе своих шефских полков. Но здесь мы можем увидеть и наряды такие непривычные. То есть можно было встретить Отму, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию в военной форме, а можно было в такой шутовской, для чего нужны такие костюмчики были? Анастасия, к сожалению, не успела получить, и не пошли в форму, не успели, да. Но она была очень театральной, она артистичной девочкой. Да, она была очень артистичной девочкой. И вот в этой витрине вполне возможно представлена одежда, в которой и Анастасия, возможно, была вот эта в форме, в одежде Олегина. Но вот этот вот розовый мундир, он принадлежал Марии Николаевне, которое в нем представляла вместе со своей сестрой Анастасией сцены из Мольера, Мещанин во дворянстве. Это была осень 2012 года. В Польше вспали очень непростое для семьи время, когда Цезаревич Алексей Николаевич повредил ногу во время катания на лодке и очень страдал от своей тяжелой болезни. И именно в это время вокруг крутилось очень много врачей, все переживали за его здоровье, а девочки перед гостями разыгрывали сцену. И была подана телеграмма Распутину, который в это время находился в Сибири, и он ответил Александре Федоровне, Господь услышал твои молитвы и узрел твои слезы. Убери врачей от ребенка и пускай и не беспокойся, все будет хорошо. Спасибо. Вот так через историю, через такие интересные моменты, через одежду можно рассказать историю детей Николая Второго и Александры Федоровны. Студия вам слово.